Успели вовремя. Едва завершились масштабные ремонтные работы в преднестровских школах и техникумах. На улице поднялась в юго, ударили морозы. Благо старые окна, двери и кровлю заменили на новые. В классах и учебных аудиториях тепло, светло и уютно. Всего в рамках президентской программы «Приоритет» отремонтировали 82 объекта просвещения по всей республике. Как сейчас в холода чувствуют себя школьники и студенты в обновленных зданиях, выясняла Ирина Полесько. За окном метель и вьюга. Ёжатся от холода прохожие, обрываются троллейбусные линии. Жизнь за стеклом Вика наблюдает из теплой комнаты общежития. Говорит, раньше от окон сквозила так, что ни один цветок на подоконнике не приживался, желтел. Теперь здесь целая оранжерея. Разница ощутимая. Если раньше было прохладно, мы заклеивали окна, то сейчас уже все хорошо и шума практически не слышно. Очень тихо стало. Тишина пришла с новыми окнами. Металлопластик заменил обветшавшее дерево. Двери, конечно, были старые, окна старые. Сквозило, дуло, было шумно. И сами фасады выглядели-то не очень прилично, будем так говорить, потому что здания, в общем-то, старые и требовали давно уже капитального ремонта. Ну и если учесть, что в первом общежитии еще висели балконы, которые, в общем-то, были уже давно аварийными, было принято решение отремонтировать эти два общежития. Сказано, сделано. Строители заменили 235 оконных блоков, демонтировали аварийные балконы, установили двери и козырьки над подвальными помещениями, обновили фасады. И если первое общежитие теперь не узнать, то четвертое сохранило не только привычные очертания, но и старинную лепнину. Чтобы привести здание в надлежащий вид, потребовалось два месяца работы и свыше одного миллиона рублей. Это только на общежитие. Всего в рамках президентской программы «Приоритет» в республике отремонтировано 82 объекта просвещения. Разной степенью ремонта охвачено 150 школ и детских садов. Ликвидирована очередь детских садов. Для сравнения в 2012 году очередь составляла 1612 малышей. За 4 года было отремонтировано и приобретено оборудование, медикаменты в 19 государственных учреждениях здравоохранения. Были спасены на базе нового оборудования уже 96 новорожденных и недоношенных детей. В рамках программы «Приоритет», которая осуществлялась на основании поставления правительства, она охватила 116 объектов только в 2015 году, 19 объектов здравоохранения, 82 объекта просвещения. Так, для справки хочу сказать, что за счет небюджетных источников капитальные вложения в учреждения образования и здравоохранения в 2012-2015 годы составили 119 миллионов долларов, что в 10 раз превышает бюджетные вложения. Проект действительно масштабный. Капитального ремонта некоторые объекты ждали более полувека. Как в Тираспольском межрегиональном университете, например. Из-за проблем с кровлей учреждения, в котором обучаются свыше 650 студентов, вынуждена работала в две смены. В затопленных аудиториях четвертого этажа просто нельзя было проводить занятия. Полностью поднялся весь паркет от того, что были постоянные затекания. Потолок протекал полностью, вот в нескольких местах прям ливни были. По стенам появился грибок. Для того, чтобы чистить этот грибок, сначала нужно хорошо просушить помещение. И не было смысла организовать все эти работы до тех пор, пока не был, конечно, проведен ремонт кровли. Благодаря президентской программе вопрос с крышей решен. Новая, шатровая, она прослужит не один десяток лет. Плюс ко всему в университете заменили все 202 окна, отремонтировали фасад. Еще одним подарком от президента на новоселье, так сказать, стала интерактивная доска. Преподаватели шутят, что теперь студентам остается только учиться. Согласны с этим и в Тираспольском техникуме коммерции. Летом здесь обновили все учебные классы. Справиться своими силами со всеми теми лабораториями, которые у нас есть, и кабинетами коллектив не может. Поэтому, когда мы получили по президентской программе еще дополнительно 200 килограмм краски, было это очень приятно, потому что за кратчайшие сроки мы смогли провести еще и дополнительные работы. Ну вот, в частности, была отремонтирована технологическая лаборатория, спортивно-тренажерный зал, полностью перекрашено фойе первого этажа, ну и также пять аудиторий, которые мы смогли обновить и освежить. Что еще нужно заменить, так это оконные блоки, говорят педагоги. Щели хоть и заклеивают на зиму, но тепло все равно уходит за стены железобетонного здания. Окна, планы на перспективу отмечают в техникуме, ведь 2016-й только начался.